Обстрелы Одессы, продолжающийся конфликт вокруг зерновой, так называемой, сделки, о выходе из которой объявила Россия и угроза России, ну, фактически, объявить Украине морскую блокаду. Я напомню, что вчера Министерство обороны России объявило фактически ультиматум, что все суда, которые будут идти в направлении морских портов Украины, будут рассматриваться как военные корабли со всеми вытекающими последствиями. Что дальше? Попытки Путина все-таки продемонстрировать, кто в доме хозяин, они были очевидны, потому что, в общем, последние месяцы Путин терпел унижения и, в общем, достаточно серьезные пощечины с разных сторон. Более полугода он терпел всевозможные оплеухи и плевки в лицо со стороны собственного повара Пригожина, и до сих пор эта история не закончена. То есть то, что сейчас происходит, это действительно выпиющее унижение Путина, когда после вот этого знаменитого Пригожинского мятежа Пригожин оказался не только на свободе, но сейчас создает, как он утверждает, вторую армию мира в Украине. Путин со своей стороны пытается создать вторую армию мира внутри России, перегоняя все силы и бронетехнику, и живую силу в состав внутренней армии, которая называется Росгвардия, под руководством верного ему, ну, видимо, верного ему Золотова. Я не буду перечислять все те унижения, которые Путин потерпел внутри России и за ее пределами, ну, в том числе от Эрдогана. Так вот, сейчас он пытается каким-то образом доказать, что, в общем-то, он, так сказать, в этом самом, на своем дворе не самый последний, не самый последний хулиган, не самый последний урка. Значит, заявил фактически о приватизации Черного моря, заявив, что все военные суда будут рассматриваться как вражеские цели. Не военные, простите, любые суда. Да, виноват, да, это я оговорился. Если даже будет идти торговый корабль, он может быть, по версии российского Министерства обороны, подвергнут вооруженному нападению. Совершенно верно, потому что формулировки Минобороны – это суда, которые могут везти какие-то военные грузы в Украину или из Украины. То есть, короче говоря, Путин объявляет Черное море своим внутренним озером. По этому поводу уже выступил руководитель, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Естественно, по этому поводу выступил президент Украины Зеленский, поскольку все это сопровождается еще и беспримерными ударами по Одессе и Николаеву. Ну, прежде всего, инфраструктура, вот зерновые порты Одессы – это, в общем, явная попытка сорвать зерновую сделку. Ну, помимо всего прочего, это еще удары по гражданским, по мирным кварталам и по мирным жителям Одессы и Николаевы. Значит, пока молчит Эрдоган. Ну, то есть, как молчит? В общем, пока не было заявлений от него, но Эрдоган обладает такой особенностью. Он, в общем-то, не молчит, он, как правило, делает. Значит, дальнейшее развитие событий, в общем-то, оно возможно по двум сценариям. Я не думаю, что вот так вот это все Путину сойдет. Во-первых, Украина на сегодняшний момент уже не та страна, которая готова терпеть подобного рода выходки. Значит, и я думаю, что все-таки и для Эрдогана эта сделка очень важна, потому что Эрдоган воспринимает эту сделку как возможность создать крупнейший зерновой хаб и тем самым очень серьезно распространить свое влияние и на африканские страны, да и на Европу и так далее. То есть, на самом деле, это очень серьезный проект для Эрдогана, и я думаю, что он, скорее всего, предпримет какие-то ответные действия. И на сегодняшний момент, ну, пожалуй, что так получается, что Эрдоган – это единственный международный субъект, ну, кроме Украины, который готов противостоять Путину фактически в одиночку и противостоять ему силовым путем. Он это неоднократно доказывал, и он бил Путина, ну, имеется в виду Россию путинскую, и в Сирии, и, извините, на Кавказе, где он взял сторону Азербайджана, а Путин, по идее, должен был поддерживать в соответствии с договором, прямым договором, должен был поддерживать Армению. Но когда Эрдоган встал на сторону Азербайджана, открыто заявив о том, что это фактически одна страна, и армия, турецкая армия напрямую поддержала азербайджанскую, Путин испугался поддержать армянскую армию, просто испугался, и в конфликт не встрял. В результате, ну, не только поэтому, но в том числе и поэтому, Армения потерпела там сокрушительное поражение. То есть, Эрдоган неоднократно доказывал, что он, в общем, в состоянии противостоять Путину силовым путем. И у меня есть предположение, что и в этот раз он не откажется от какой-то возможности ответить на этот вызов Путину, потому что Эрдоган действительно, ну, явно не согласится с тем, чтобы считать Черное море внутренним озером России. Он контролирует проливы, и на самом деле у него явно есть больше оснований считать себя хозяином Черного моря. Поэтому я предполагаю, что есть возможность серьезного ответа со стороны Эрдогана, а именно предложение Украине, ну, что называется, заключить зерновую сделку на троих. Организация объединенных наций, Украина и Турция. Участие Путина здесь может быть просто проигнорировано. Ну, а если он решится наносить удары по судам, которые сопровождают турецкий конвой, ну, что ж, это будет означать, что исчезнет еще один флот в Мировом океане. Это Черноморский флот России. Я думаю, что его просто не будет. Но это еще не все. Дело в том, что значительная часть зерновой сделки рассчитана на Китай. И поэтому вот этот вот важный стратегический союзник, союзник путинской России, Китай может тоже, в общем, воспринять это как недружественный жест. Так что у Путина впереди много-много любопытного и много интересного. Я думаю, что зерновая сделка состоится, но без путинской России. Ну, а если Путин все-таки, ну, допустим, какой будет сценарий, если Путин все-таки, предположим, нанесет удар по одному из торговых судов, которые направляются в тот или иной украинский порт? Если угроза, с которой выступило Министерство обороны России, будет притворена в жизнь, как будут дальше, на ваш взгляд, как могут дальше развиваться события? Ну, это зависит. Я не думаю, что какой-нибудь после этой угрозы какое-нибудь судно, потому что, скорее всего, это будет... Тут еще, конечно, ключевой один из важных вопросов, какая торговая компания согласится вот на такие риски, связанные, в том числе, связанные со страхованием. Тут, конечно, все не так просто, как я сейчас только что сказал. Здесь есть целый ряд превходящих обстоятельств. Это вопрос о том, какая компания согласится на эти риски и согласится стать тестом на вменяемость Путина. Какая страховая компания согласится застраховать этот сухогруз? То есть много вопросов, но, тем не менее, возможно, эти вопросы решаемы. Но вот в том случае, то, как вы сказали, вот вы построили такой мысленный эксперимент, а если все-таки все это случится, если Путин ударит, многое будет зависеть от того, кто будет конвоировать эти суда. И если эти суда будут конвоировать турецкие военные корабли, то я полагаю, что это будет Эрдоганом вполне справедливо расценено, как удар по Турции, потому что любой военный корабль является территорией государства, которое воспринимается как удар по территории государства, к которому приписан этот военный корабль. В этом случае, я думаю, что у Эрдогана не будет особых выходов и особых выборов и особых проблем для того, чтобы нанести ответный удар и просто потопить тот военный корабль, который нанес удар. Поэтому, на самом деле, Эрдоган на сегодняшний момент, если не брать ядерное оружие, то армия Эрдогана на сегодняшний момент, с учетом, что армия России очень существенно просела, мягко говоря, во время вот этой агрессивной аккопационной войны, ну, турецкая армия сейчас уж как минимум не наступает армии России, а турецкий флот на сегодняшний момент явно превосходит Черноморский флот России. Поэтому я думаю, что, ну, все-таки, я понимаю, что Путин человек непредсказуемый и, так сказать, крайне, мягко говоря, экзальтированный, но вообще бить по судам, которые конвоируют турецкий военно-морской флот, ну, не уверен. Но если он произойдет, я думаю, что ответ будет со стороны Турции довольно серьезный. Ну, хорошо, а при этом мы должны еще, наверное, помнить о том, что Турция является членом НАТО, и любой военный конфликт между Россией и Турцией может привести к тому, что НАТО придется задействовать пятую статью. Ну, я согласен. Это как раз один из сценариев той самой эскалации, о которой так часто говорят и которой так сильно боятся некоторые западные лидеры. И когда я услышал про заявление Министерства обороны позавчера, то, простите, это было вчера, то я просто первая мысль, которая у меня проскочила в голове, послушайте, вы хотели эскалации, вот она. Тут, безусловно, такая вот червоточинка, так сказать, и какая-то вот трещинка, через которую начинает просматриваться, так сказать, если внимательно в эту трещину смотреть, то там начинает просматриваться Третья мировая война. Если вы об этом, то я согласен. Но она все-таки довольно плохо там просматривается, хотя при совокупности разных идиотизмов все возможно. Значит, ну давайте все-таки смотреть. Значит, речь идет пока о столкновении на Черном Моле. Да, при желании можно расценивать удары по военным кораблям как нападение на страну, но это при большом желании. В принципе, можно усмотреть, так сказать, и по-другому. То есть, все-таки, да, военный корабль является территорией данного государства, но при желании можно все-таки сказать, что да, все-таки корабль – это корабль, это не нападение на государство. Поэтому вероятность остановиться на грани мировой войны все-таки существует. Да, возможен обмен какими-то ударами предупредительными, но, опять-таки, все зависит от толкования. Еще раз говорю, там просматривается какой-то сценарий мировой войны, безусловно. Но это совершенно не обязательно, потому что, ну, так же, как, понимаете, вот с ордером Международного уголовного суда. Вроде как он есть, но вроде как вот при желании можно его прочесть по-другому. И здесь тоже уж очень все-таки нежелательно устраивать Третью мировую войну, поэтому могут, имеют шанс остановиться на ее пороге. Хотя, да, безусловно, Путин сейчас явно играет на повышение. Вот этим заявлением о том, что он будет воспринимать как любые суда, которые идут в украинские порты, как, так сказать, перевозящие военные грузы. И вообще фактически объявивши значительную часть Черного моря как зоной боевых действий, фактически своим внутренним озером. Это очень сильный шаг на повышение. Ну, я думаю, что Турция точно не испугается вот такого хода событий. Турция почти не сомневает, что Турция ответит на это. Примет это. Надо еще помнить о том, что есть еще две страны, две страны, которые являются членами НАТО, и которые тоже имеют выход к Черному морю. Это Румыния и Болгария. Соответственно, это тоже две страны НАТО, у которых тоже есть свои национальные интересы, и которые тоже могут выступить против того, что Россия пытается объявить Черное море, или, скажем, распоряжаться Черным морем, как будто бы это их полностью внутреннее море. Но, понимаете, что ведь Путин же загоняет себя опять в угол. Ну, вот все-таки договорятся о продолжении зерновой сделки без участия России. Военные суда Турции или каких-то других стран будут конвоировать эти мирные сухогрузы с зерном в направлении Черноморских проливов. И что? И как будет выглядеть Россия, если она не выполнит свои обязательства, в кавычках? Если она не выполнит свои обещания, свои угрозы? Не по-пацански. За это в Питерской подворотне морду били, как минимум. Вы знаете, за это в Питерской подворотне поступали несколько иначе. Не буду говорить, как, в вашем приличном интеллигентном эфире. Значит... Ну, мы догадываемся. Да, я прав... Поправка принимается. Да. Ну, бог с ним. В конце концов, мы не в Питерской подворотне, а в эфире Евгения Киселева. Значит, но не впервой, понимаете, не впервой Путину, как выражается в той же самой Питерской подворотне, обтекать. Понимаете? Не впервой. Ну, скажите, пожалуйста, насколько по-пацански повел себя Путин в отношении Пригожина? Ну, не очень. Правда ведь? Насколько по-пацански Путин повел себя в отношении того же Эрдогана, который просто-напросто плюнул ему в физиономию, отдав, так сказать, украинских героев, азовцев в Украину, несмотря на твердое обещание не отдавать до конца войны. Ну, вроде как, спросить надо было бы по питерским подворотным понятиям. Не спросил. Ничего. Перебился. Ну, и в ситуации с войной последней в Нагорном Карабахе. Точнее, последним этапом войны в Нагорном Карабахе тоже утерся. Да, и все тут, потому что по всем, да не только, ну, простите, даже не по понятиям, а уж просто по договору о ДКБ напрямую обязан был вступиться на стороне Армении. Не вступился. Я сейчас совершенно не касаюсь там справедливо, несправедливо, не касаюсь проблемы Нагорного Карабаха, упаси Господь, не собираюсь эту тему касаться, но формально обязан был, обязан. Не вступился, не вступился. То есть, ну, повел себя просто как слабак. Ни первый, ни последний, ни второй, ни третий, ни десятый раз. В последнее время получает пинков со всех сторон. Переживет и сейчас. Хочу напомнить еще о существовании двух таких немаленьких, очень увесистых стран, которые в этой ситуации могут сказать свое слово. Одна из этих сторон Китай, я уже говорил об этом, они являются выгодоприобретателями зерновой сделки. Там значительная часть зерна идет в Китай. И, в общем-то, я думаю, что Китай, и Китай, конечно, заинтересован, чтобы Россия и Соединенные Штаты Америки ослабляли и истощали себя в этой войне. Вне всякого сомнения, он является выгодоприобретателем этой войны. Но на мировую войну Китай точно не подписывался. И поэтому, конечно, будет очередное предупреждение от большого друга Южного Китая о том, что, в общем, Путин, ты как-то аккуратнее, не заигрывайся. Есть еще одна страна, которая является откровенным союзником, или, скажем так, уже я не знаю, является или нет, значит, откровенным союзником Путина в этой войне против Украины. Это Иран. Гениальная дипломатия Ирана в последние дни буквально просто-напросто, ради бога, виноват, оговорился, гениальная дипломатия Лаврова в последние дни просто-напросто, как нарочно взяла и поссорила Россию с Ираном, потому что взяла сторону, значит, Саудовской Аравии в конфликте, в территориальном конфликте Ирана с Саудовской Аравией. То есть на ровном месте совершенно. Не обязательно было это делать. Просто тот уровень деградации российской дипломатии, когда российские дипломаты просто превратились, ну что, вот Мария Захарова, она дипломат, то есть они заменили дипломатию просто руганью. Они привыкли просто ругаться. Они привыкли выполнять функции генерала Коношенкова, значит, Соловьева. То есть превратились в филиал телеканалов ненависти и, значит, пресс-службами Министерства обороны. Ну, просто я не помню ни одного какого-то конфликта, который бы путинская Россия уладила бы дипломатическими методами. Либо воевать, либо просто орать, изрыгать какие-то, так сказать, слова ненависти. Ну и, наконец, еще одна история. Я не знаю, насколько удастся донести истинную причину срыва зерновой сделки до африканских стран, которые до сих пор были неплохим, так сказать, международным ресурсом путинской России. Там знаменитый вояж Лаврова по Африке и визит африканской «семерки» в Киев, когда они пытались уговорить Зеленского на то, чтобы он сдался, Украина сдалась в обмен на мир. Ну вот, понятно, что там не обошлось без знаменитых ресурсов финансовых Россотрудничества. Но в то же время, я думаю, что это может серьезно изменить ситуацию, потому что я надеюсь, что все-таки политическим руководителям африканских стран объяснят, кто является причиной не только африканских, но и ближневосточных стран объяснят, кто является причиной голода. 400 миллионов человек голодают на планете, и зерновая сделка должна была как-то... Вот предстоит встреча на высшем уровне, как я понимаю, Россия, Африка буквально через несколько дней в Москве. Мне просто любопытно, а что будут российские руководители говорить африканцам в этой ситуации? Почему к ним не поступят десятки миллионов тонн зерна, которые были обещаны? Ну, в том-то и дело. Ну, здесь вопрос, кстати говоря, во многом. Здесь же, слушайте, важно же не то, что происходит, а как об этом говорят. Поэтому, ну, я должен сказать, что если сопоставлять ресурсы пропаганды и на пропаганду, и на вещание России с одной стороны и Украины с другой стороны, то, конечно, Россия по-прежнему выигрывает в сухую со счетом 1000-0, потому что Россия развивала свое и на вещание, и зарубежную пропаганду на протяжении длительного периода, а Украина этим практически не занималась. Украина фактически нет, так сказать, вещания. И, ну, сейчас, насколько я знаю, появилось два канала на английском языке, но это все. То есть это, на самом деле, ну, это отдельный разговор, я не знаю, насколько он вам интересен, но в любом случае Украина... Кстати, мне он чрезвычайно интересен, Игорь Александрович. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова